Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире. Древняя церковь Карим в Западной Армении осталась на произвол судьбы. Поддержите Арцах. 10 декабря состоится телемарафон. Президент России Путин, премьер-министр Армении Пашинян и президент Азербайджана Алиев встретятся в Сочи 26 ноября. Франция и Армения рассматривают агрессивные действия Азербайджана как крах демократии. Письмо представителя Армении в ООН на нападение Азербайджана опубликовано в качестве официального документа Совета безопасности. Сегодня день рождения Монта Милканяна. Интервью с Кетти Кундакчан из Западной Армении. Серия книг «История Армении» Самвела Карапетяна. Полуразрушенная армянская церковь в провинции Карим в Западной Армении сотнями большими и маленькими пещерами ожидают исследований. Местные жители называют эту церковь монастырем. На данном этапе стоит только задняя стена разрушенной церкви. Один из жителей района сообщил, когда-то армяне оставили эту церковь в целости и сохранности, но наши старейшины снесли ее. Я думаю, что если церковь перестроят и включат в туристический сектор, это будет полезно для нашего села. Это ущелье с очень интересным видом на природу. Здесь сотни пещер и древних построек. Стоит побывать и все это увидеть своими глазами. 10 декабря фонд Арцахского центра высоких технологий и стратегического планирования проведет телемарафон под названием Stand by Арцах. 10 декабря знаменательно в том смысле, что референдум о независимости Арцаха был проведен 10 декабря 1991 года. В тот же день, 15 лет спустя, была принята Конституция. Этот день также является Днем прав человека. Основная миссия фонда способствует восстановлению нарушенной социально-экономической реальности Арцаха. В этом контексте все собранные в ходе марафона деньги будут направлены на поддержку бизнес-идей и стартапов, направленных на развитие Арцаха. Марафон будет транслироваться на разных телеканалах в течение пяти часов. Встреча состоится по инициативе президента России. Ожидается, что лидеры трех стран обсудят выполнение договоренностей, достигнутых 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Наметят шаги, которые необходимо предпринять для укрепления стабильности в регионе и установления мирной жизни. Также отмечается, что особое внимание будет уделено развитию торгово-экономических и транспортных отношений. На прошлой неделе стало известно, что Пашиняна и Алиев договорились встретиться 15 декабря в Брюсселе. После этого в прессе распространилась новость о том, что Россия пытается организовать саммит перед встречей в Брюсселе. После Второй Арцахской войны по инициативе России было подписано перемирие между Азербайджаном и Республикой Армения. Но многие нерешенные вопросы продолжают вызывать напряженность. Председатель Сената Франции Жерар Ларше принял в Париже армянскую делегацию во главе с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Национального собрания Республики Армения. Также там сообщили, что в ходе встречи стороны обсудили обстрел азербайджанскими вооруженными силами армянских военных баз в регионе села Нурабаг Гегар-Куникской области за несколько часов до встречи, в результате которого был убит армянский солдат. Стороны охарактеризовали агрессивные действия Азербайджана как посягательство на демократию. Председатель Сената Франции отметил, что они внимательно следят за ситуацией в Армении. Армянская сторона, в свою очередь, высоко оценила принятые двумя палатами французского парламента резолюцию, осуждающую Азербайджану турецкую агрессию против Арцаха. Стороны отметили важность мирного урегулирования арцахского конфликта в рамках мандата сопредседателя Минской группы ОБСЕ. В ходе встречи стороны также обсудили неотложное решение гуманитарных вопросов, включая возвращение всех армянских военнопленных и заложников. По итогам встречи было подписано соглашение между Национальным собранием Армении и Сенатом Франции, которое предусматривает многоплановое сотрудничество законодательных органов во имя дружбы и солидарности между двумя странами. Письмо постоянного представителя Республики Армения председателю Совета безопасности ООН о вооруженном нападении Азербайджана на территорию Армении от 16 ноября опубликовано в качестве официального документа Совета безопасности. Об этом сообщает постоянное представительство Республики Армения в ООН. Документ доступен на официальном сайте Западной Армении. Монтамил Канян родился 25 ноября 1957 года в армянской семье, пережившей геноциды армян и поселившейся в городе Визелье, штат Калифорния, США. 20 лет он поступил в университет в Беркли и окончил курс с двойным титулом, получив сертификат специалист по археологии и истории Азии. Во время учебы он создал группу Армянский студенческий союз. Он поступил в Оксфорд в 1978 году, но не окончил его и уехал в Ливан, где участвовал в гражданской войне в армянском квартале Бейрюта около трех лет. С мая 1980 года он был главным военным инструктором армянской секретной армии освобождения Армении. Монте был арестован в Париже 27 ноября 1985 года по обвинению в хранении поддельного паспорта и взрывчатых веществ и находился в тюрьме до 1989 года. С октября 1990 года он участвовал в обороне Арцаха. В 1992 году был командующим Мартунинским оборонительным округом. Под его руководством Мартуни стал самым защищенным и наиболее эффективным районом Арцаха. Монте был убит 12 июня 1993 года на окраине села Марзил Ахдамского района. На телевидении Западной Армении Кети Кундакчан из Западной Армении представила подробности своих визитов в несколько регионов Западной Армении. В частности, она рассказала о своем визите в Амшен, где она встретилась с армянами, чтобы поговорить с ними и познакомиться с их жизнью и традициями. Она отметила, что армянская культура в значительной степени сохранилась в Амшене и особенно песни и танцы. Уважаемые соотечественники, из серии книг «История Армении», созданной Самвелом Карапетяном, состоящей из четырех томов, изданных его собственным авторством, мы скоро издадим пятой, посвященной провинции Хнус, провинции Эрзрум. Подписка на указанный том уже началась. Срок ее окончания – 31 декабря. Желающие могут подписаться, переведя на счет фонда «Арчимбанк» 24-74-50-14-94-11-4-0 или просто посетив офис фонда. Книга опубликуется в феврале 2022 года. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok